Что по идее я скажу? Я думаю, что игра понравилась с болельщиками, была очень такая... Накал борьбы был, фрагментами обе команды показывали хороший футбол, причем такой быстрый, даже комбинационный. Понятно, что все хотели победить, вот. Мы здесь звали свои моменты, поэтому заработает речка. Спасибо, ваши вопросы. Именинник, пожалуйста. Андрей Масловский, Тибуна. Сергей Витальевич, прокомментируйте, оцените, пожалуйста, игру Макса Швейцова сегодня. Ну, вы же сами видели, он получил лучшего игрока, поэтому все сказано. Хорошо, добротно, я считаю, сыграл, но есть еще к чему стремиться. Парень молодой, наше воспитание. Приятно, что не из-за бугра привезли, а своего взращивают. Пожалуйста. Сергей Витальевич, у вас сегодня довольно-таки лиморкетная замена была жемерочка на Копенко. Чего вы хотели добиться в своих лет? Ну, Макс еще не полностью готов. Во-первых, я не хотел, как сказать, терять замену одну. То есть, например, менять того же, выпускать защитника. Вот. Я хотел освежить и центральную линию, и закрыть проблему в обороне. Потому что Макс еще не полностью готов физически. И он уже, видно было, стал с минуты 50 и стал проседать уже. И пошли вот такие ошибки. Ну, это ошибки за счет того, что просто пока еще не набрал свою лучшую кондицию. Он болел очень долго. Это его первая игра, наверное, за месяц. Но у меня получается, что я не видел. То есть, у меня в сборную уезжал и Швецов, и уезжал в сборную Чиж. Вот. Которые очень много сыграли на сборах. А три защитника основных, центральных, это Жанерчик, Сачивка и Галович. В определенное время у них были травмы. И на данный момент мы немножко испытываем проблему именно в центральной зоне. Но я доволен молодыми ребятами. И Чижом, и тем же Швецовым. Которые молодцы очень прибавили. Спасибо. Пожалуйста. После вот этой замены Жанерчика на Копленко, Наюк как-то так обескуражен был тем, что ему нужно было спускаться в центральную зону. Или это показалось так, что он руками еще даже разводит? Он всегда руками разводит. Это просто домысл его. Не, он не обескуражен был. Если знать, он на строке всю игру играл. На сборах у несколько игр сыграл. Да, мне приходится им затыкать дыры, но что поделаешь. Но в то же время Копленко очень сильно хорошо на сборах провел. Поэтому я его выпустил. Плюс он высоту добавил в команде. Если под выгодно, значит все правильно. Пожалуйста. Пропустили сразу после перерыва. Есть претензии команде, что не вернулись в игру? Не, я предупреждал. Во-первых, я видел, как Жодина с первых минут. Они устроили сразу мяч туда вперед, бегут. Мы первый навал так сбили. Через 10 минут уже мы стали владельцами инициативой, стали преимуществом. Я предупреждал ребят в раздевалке, что с первых минут Жодина побежит, опять начнут туда бить. Видно, где-то немножко не... Там, я скажу, и Жодина очень хорошо разыграли, очень быстро пошла проникающая передача. И хорошо нападающую исполнил. Тут надо отдать должность сопернику. В целом молодцы, что сразу реабилитировались, вышли вперед. Я знаю, что команда именно в таких матчах, простых матчей не будет. Это интересно, когда вот такой накал, когда все разбиты, лица разбиты. Ноги в кровь. Это футбол. Не выжить привели в этот футбол, да, в детстве. Сами выбрали профессию, поэтому надо терпеть. Еще вопросы? Спасибо. С Масловского, видишь, какая улыбка, да? С Масловского, это футбол рождение. Можем поаплодировать человеку. Да не надо. Человек представляется? На этом, значит, пресс-конференция закончена. Всем спасибо.